Здравствуйте, меня зовут Фёдор Лисицын. Сегодня у нас в рамках живой рецензии очередная книга издательства «Картина мира», свежая, 2024 год, «Денежные короли» Даниэль Шульман. Подзаголовок книги эпической истории еврейских эмигрантов, преобразовавших Уолл-стрит и сформировавших современную Америку. Заголовок не имеет ничего общего, наверное, с содержанием книги. Вообще, это биография одного человека. Но очень развернутая, развернутая так, что рассказывается параллельно о его партнёрах, о его противниках. Ну, в общем, получается такая биография с кучей дополнительных ответвлений. Что интересно, вряд ли автор, господин Шульман, когда писал эту книгу, вообще думал о русском читателе, потому что книга посвящена очень злободневно, так сказать, истории Америки. События книги разворачиваются с 1840-х по 1930-е годы примерно. То есть от периода предшествовавшего гражданской войне в США, периода раскола, разделения нации, до периода Великой депрессии и очень немного времени после неё. Ну, фактически, как бы, если брать совсем хронологические рамки, 1848-1938 год. Но для русского читателя, особенно знающего русскую историю, книга, несмотря на все свои бесконечные доставки, является абсолютно драгоценной. Дело в том, что человек, сквозь жизнь и фирму которого проходит вся повествовательная часть книги, это некто Якоб Шиф. Шиф, Лейб и Кун. Банковский дом, который финансировал Японию в ходе русско-японской войны, который вступил в переговоры с Витте на портсмурском мире, представители которого, собственно говоря, прямые, в том числе и господин Шиф и господин Лейб, прямые переговоры с Витта во время подписания портсмурского мира. Люди, которые боролись против еврейских паромов в России, всячески оказывали любую помощь любым политическим противникам режима царя Николая II в России. Фактически, один из ключевых участников финансирования части русских революционеров. Напомню, что на прямом содержании, пока проживал в Америке, работал корреспондентом, банковского дома находился небезызвестный Троцкий, Лев Троцкий. И нет, с Лениным они никак не связаны, это другая ветка. Но люди, которые приветствовали и всячески способствовали успеху февральской революции, а также пытались наладить американское сотрудничество между американским правительством и временным правительством. Но не нашли люди, которые боролись, в общем, система, которая боролась с еврейскими паромами по всему миру. Россия не единственная, как говорится, в списке противников банковского дома Лейпшиф и Компани. Это и Румыния, где, собственно говоря, и началась новая волна европейских еврейских погромов в XIX веке. Это и Германия после Первой мировой войны со всей растущей мощью национал-социалистической рабочей партии господина Адольфа Гитлера и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это люди, которые стоят, наверное, вместе с человеком, который не имеет никакого отношения к всем вот этим европейским, еврейским делам, а был долгое время даже конкурент, Генри Морган-старший, они стоят у истоков основания вот этого самого американского финкапа, финансового капитала, независимого от источников реальной сектора экономики. То есть банковские и кредитные организации, единственной задачей которых является не финансирование какого-то реального сектора, не владение какими-либо промышленными производствами, владение только финансовыми активами, каковые финансовые активы должны делать финансовые активы. Ну и то, во что превратилась американская экономика сейчас. Любопытно, что как и в американском политикуме, большой политике, несмотря на все мелкие ответвления, существуют две большие партии, демократы и республиканцы, так и в американском финансовом капитале с самого начала были две банковские группировки вокруг господина Моргана и вокруг как раз Лейба, Шифа, Ко, Вартбургов и так далее, и так далее. И вот Селлигманы, совершенно забытая фамилия, когда-то блиставшие в американском бизнесе, но не пережившие всерьез. Нет, в смысле, потомки Селлигманов, уже пятое поколение, до сих пор существует в США, занимаются всякой общественной деятельностью, все у них прекрасно, но как финансовая сила они не пережили кризис 1907 года. То, что 1907-1910 год называли Великой депрессией до того, как Великой депрессией стала Великой депрессией 1929 года. Что же это были за группировки, чем вообще так интересен господин Шиф? Ну, кроме того, что, как у всякого выдающегося финансиста, поднявшегося с нуля, Шиф поднялся действительно практически с нуля, его родители, немецкие евреи, были довольно бедны. Ну, я бы не сказал, что это вот бедность в понимании 19 века нищенства. Они таки смогли оплатить сыну возможность переехать в Соединенные Штаты. Они дали ему порядка 100 таллеров, то есть 100 долларов. В тот момент это были серебряные деньги, стоимость таллера и доллара была одна и та же по причине одинакового веса в серебре. Это очень солидные деньги, это пара коней в те времена. Ну, в общем, это был такой низший, средний класс. Но это не магнаты, не старые деньги, не старая семья, как у того же Гена и Моргана, о котором можно говорить. Это не партнерство с Ротшильдами, с которыми у Шифа были сложные отношения, а у Моргана как раз наоборот хорошие. Морган начинал как агент Ротшильдов. Это дальше он превратился в самостоятельную силу. Ну, Генри Морган-старш – это человек, в общем-то, в истории США эпохальный. Именно он своими капиталами, по сути дела, в одно лицо прекратил депрессию 907-9010 года, когда ему стало это выгодно. Именно он создал трест по перевозке через океан International Merchant Making, то есть Международный морской торговый трест, в куда входила компания White Star, и проход Титаник небезызвестный. Титаник принадлежал Моргану через банковские сделки практически на 100%. Там можно спорить, но, в общем, это было его предприятие, и он должен был плыть на этом первом рейсе Титаника. Даже каюты для него были приготовлены, но он в последний момент отказался, отчего куча всяких версий про Зарова и так далее. Почему Морган и Вандербильд не поплыли на Титанике? Вандербильд потом ситуацию исправил. В 15-м году он отправился в Европу на Узитании, потопленным немецкой подводной лодкой, и благополучно утонул. А вот Еной Морган умер в своей постели. Но это что касается Морганов, Шиф. Книга для меня во многом стала откровением, потому что любому историку, изучающему русскую историю, известны эти имена, но очень неизвестны тонкости, вот как раз вот эти вот вкусовые моменты, вот мелочевка, которая хорошо характеризует человека. Ну, например, давно известна поговорка, приписывается она Рокфеллеру, вполне заслуженно, что я готов дать отчет, в том числе, что честно заработал все свои миллионы, начиная со второго. Ну, понятно, да? Первый миллион был заработан господином Рокфеллером настолько с сомнительными методами, включая финансирование бандитизма, террористические акты в виде диверсий, а также просто артиллерийскую стрельбу по нефтепроводу конкурента из пушки. Вот, мягко говоря, даже для американского бизнеса, даже для 60-х годов, 70-х годов 19 века, это был легкий перебор. Как говорится, но потом Рокфеллер стал Рокфеллером, выдающимся боготворителем, мистер 10 центов, Рокфеллеровский центр для американской творческой интеллигенции, и все это забылось. Так вот, Якоб Шиф, не менее скандальный и судьбоносный, является интересным исключением. Судя по всему, у него не надо было спрашивать, как он заработал свой второй и со второго по седьмой миллионы. Вот здесь находилась прямая уголовщина. Если первый миллион он заработал сравнительно честно, то есть в рамках всех бизнес-понятий, дальше он немножечко позанимался бесконечно сомнительными делами, а вот дальше снова стал респектабельный гражданин. Ну, мы все понимаем, что миллион долларов в 1870-е годы – это гораздо больше, чем миллиард долларов сейчас, по покупной способности и возможностям. Вот, именно миллиард долларов, не побоюсь. Вот, и как же респектабельный торговец дошел до жизни такой? Дело в том, что Якоб Шиф, предки которого происходили из Чехии, хотя он считался тогда, понятное дело, германский еврей, потому что Чехия входила в состав Австро-Венгрии, причем в ее как раз Королевство Боемия и Моравия, он из Карловых Вар. Как автор пишет, сейчас Карловые Вары – скучный и глупый заповедник богатых русских, скупивших там всю недвижимость. Автор писал книгу в 2018-2019 году, когда действительно Карлов Вары или Карл Сбад был наполнен нашими глубокоуважаемыми или неуважаемыми финансовыми деятелями российскими. Сейчас они все куда-то разъехались после 2022 года. Кто куда, кто в Россию, кто наоборот. Но, так или иначе, прибыв в Америку, где уже были его родственники, он прибыл в страну в 1840-е годы, где на 20 с чем-то тогда миллионов человек населения еврейское население составляло примерно 15 тысяч человек. Нам вообще трудно поверить, что сейчас, если еврейская община в США является самой большой еврейской общиной в мире, а в одном Нью-Йорке, как шутят, живет больше евреев, чем в Израиле, чем в Иерусалиме, точно, чем в Израиле, не уверен. То тогда это была страна практически эмигрантов европейских, понятно, англосаксов, ирландцев, только-только начали поезжать. Ирландский картофельный голод 1748 года, который не меньше полутора миллионов ирландцев перевез на территорию США, в общем, некоторые говорят, вполне обоснованно на гораздо большей цифре, что евреев там практически не было. Я сейчас иду по довольно скользкой, так сказать, теме, потому что еврейский вопрос в России приобрел большой, банальный, так сказать, пропагандистски больной характер. Но не объяснить это нельзя. Нельзя знать историю без ее уроков. И урок с еврейским бизнесом и еврейской миграцией в США – это урок для всех остальных стран. В общем, это просто надо знать, не давать этому оценки, не пытаться из этого делать какие-то националистические спекуляции. И если в момент приезда якобы Шифа, значит, якобы Шифа, значит, было 15 примерно тысяч человек еврейского происхождения, то за свою жизнь, спонсируя еврейскую миграцию в США, помогая еврейским переселенцам, внимание, тут я просто был шокирован этой цифрой, я не подозревал, что настолько велика. Яков Шиф и контролируемые финансы, аффилированные с ним финансисты, перевезли примерно 3 миллиона человек в период с 1870-х по 1924 год. То есть сейчас, наверное, большая часть американских евреев – это потомки тех, кто были перевезены в США благодаря содействию Якова Шифа. Уже само по себе это фантастический результат, который, в общем, довольно интересен. На самом деле на втором месте по организации миграции и так далее стоит наш граф Лев Николаевич Толстой, который часть своих гонораров потратил на перевозку духоборов из России, Российской империи в Канаду, религиозной секты духоборов. Но там разговор идёт где-то о 140 тысячах человек, то есть разница очень впечатляет. Никакой организованной помощи скандинавской, итальянской миграции, ирландской миграции мы не знаем. Был комитет по организации миграции скандинавов в Соединённые Штаты и особенно финнов. Интересно, опять-таки, как всё кольцуется, часть финской делегации, которая должна была организовывать переселение финских ремесленников из Великого княжества Финляндии, тогда вассального Российской империи, в США погибла на Титанике. И так процесс эмиграции финской благополучно серьёзно заролк, хотя финны продолжали ездить в США на постоянное место жительства до 1950-х годов. Кто вспомнит в советское время очень популярный финский писатель Матья Ларни, его книга «Четвёртый позвонок», как раз приключение финна, переехавшего в США, пытающегося стать там то музыкантом, то массажистом. Вот такие разные профессии обе на букву мы. То есть комитет, возглавляемый Шифом, буквально поменял довольно значительно национальный характер Соединённых Штатов. Вторым моментом для меня было следующее. Мы привыкли думать, что еврейство, оно довольно едино. У них единая вера. Там, несмотря на все, так сказать, сектантские отклонения в виде хасидизма и так далее, единая обрядность. Сейчас мы видим, как в Израиле строят, как-то пытаются, единый еврейский народ из евреев европейских, из евреев средиземноморских, из евреев ближневосточных, из африканских евреев фалаша. Вот недавно китайских евреев начали окучивать ютаев, которые переселились в Китай где-то между VI и VIII веком, династию Тан. И к этому времени, ну, уже совершенно, если мы, так сказать, посмотрим, этнически не похожи, да и обрядами на современных евреев. Ну, вот их призывают ехать в Израиль. Но для меня было действительно таким моментом, что в Соединенных Штатах на момент приезда Якова Шифа существовала мощнейшая позиция против приезда именно германских евреев, как их называет Даниэль Шульман, но правильный термин в русском мы привыкли их называть ашкеназами, потому что те 15 тысяч евреев, которые были на территории Соединенных Штатов первые, часть из них прибыли еще с голландскими колонистами, они были сефарды. Сефарды, то есть евреи из Паянийского полуострова, те, которых изгнали из Испании королева Изабелла и король Фердинанд Католических, те, которых через какое-то время дважды изгоняли из Португалии, особенно после того, как Португалия присоединилась в XVI веке к Испании. Вот, то, кстати, когда происходили изгнания евреев на новые территории, на колонии Испании порядок изгнаний не распространялся. Евреев изгоняли собственно с испанских земель, из испанских королевств, но на Новый Свет, на Южную Америку, на Северную Америку, собственно говоря, на Флориду, испанскую Флориду, запрет не распространялся. Вот откуда исходные евреи, которые жили на территории Соединенных Штатов до революции. Понятно, и голландские, потому что испанские Нидерланды, Голландии 80 лет потом еще воевать было за независимость, пропали туда точно так же. Вот, и я не ожидал, что градус противостояния конфликтов в 1840-е и 1860-е годы будет таким чудовищным, что проходили драки, одни евреи не признавали других евреев за евреев, германские евреи – это скорее немцы, как утверждали евреи сефарды, правильные евреи – это только мы. Ну, безобразный драк, когда пытались в Нью-Йорке первую с ногу открыли, что чисто на обрядовом моменте какие-то определенные молитвы сефарды произносили с надетыми на голову шапочками, а ашкеназы произносили без надетых на голову шапочек. В первую же молитву, которая должна была всех примирить, произошла драка, сефарды схватили салфетки и начали пытаться надевать их на голову евреев-ашкеназов, чтобы у тех были, значит, хотя бы аналог шапочки. Вот, причем вражда, которая была посеяна этим событием, продолжалась лет 30, затихла только на следующем поколении, когда уже началась массово-еврейская миграция в США. Ну, в общем, желающие могут прочитать, я не буду это комментировать, потому что, ну, тут это, как говорится, те самые бытовые подробности. Вторая интересная бытовая подробность. Мы понимаем, что прибывшие евреи-ашкеназы на территории Соединенных Штатов были в основном бедняки. Это были риме-есленники, сапожники, профессиональные швей, тогда, в общем-то, швея чаще был мужчина, чем женщина до изобретения швейной машины господином Зингером. Вот, это были мелкие торговцы. Вот Яков Шиф начинал как торговый разносчик. Прямо там даже описывается, что родня его, которая уже до этого переехала все-таки в США чуть раньше, чем он, покупала на 200 долларов. Это очень большая сумма по тем временам, потому что в Америке тех лет, мы знаем из марка Твена, существовало положение, знаете, кто такой джентльмен? Джентльмен – это человек, который живет на доллары в день. Это очень много. То есть доход в 365 долларов – это уже солидный доход, солидный человек живет на доллары в день. Рабочий получал от 10 до 30 центов в сутки, но очень хороший мог выработать полдоллара. Это на семью. 200 долларов – это была солидная сумма. Это 4 лошади, не очень, так сказать, ну, такого среднего качества, или пара мулов с повозкой. И дальше с этими, на эти деньги покупались безделушки. Шиф в основном покупал ювелирные изделия и бижутерию, цепочки, брошки, заколки и так далее. Он пешком шел по новым территориям, еще не ставшими штатами. Это Айрон, это Невада, то есть места с бандитами, Дикий Запад, места с идейцами. Как-то, значит, ему это удавалось, так сказать, находить общий язык с этими людьми или как-то избегать столкновений. И, обойдя круг по треугольнику порядка тысячи километров, он из 200 долларов делал тысячу долларов. Ну, вот на эти 5 процентов он и жил. С одной стороны, конечно, бешеная спекуляция, с другой стороны, мы понимаем, какой опасности подвергались розничные торговцы в те годы. В 1849 году началась калифорнийская, всерьез золотая лихорадка. Он, как многие другие, как фантастически разбогатевший на калифорнийской золотой лихорадке небезвестный Шлиман, будущий открыватель Трои, отправляется туда. И в Калифорнии ему действительно везет. Мало того, что он сам золото не моет, в отличие от Шлимана, который торговал товарами, ну, как бы на золотой лихорадке немногие сумели сделать деньги, ища золото, но многие сумели сделать деньги, продавая лопаты и продовольствие старателям, которые пытаются искать золото. Яков Шиев, значит, вошел в несколько торговых предприятий, в несколько долю в золотых поисках, то есть всякий сам золото не мыл, но как-то это все обеспечивал. А также оказался в будущем, то есть растущем уже тогда Сан-Франциско, это ничтожный был поселок золотоискателей, очень уважаемым человеком, членом комитета бдительных, вы знаете, кто такой комитет бдительных? Это самосуд. В местах, где тайга, закон, прокурор, хозяин, а револьвер Кольта обеспечивает тебе все это самое, все бандитами, разбойниками. А полиция куплена целиком, и вся задача полиции – это делать вид, что ничего не происходит. Граждане объединялись в комитет бдительных, устраивали суды линча, в которых Яков Шиев тоже, по крайней мере, в одном повешении одного разбойника принимал деятельное участие. И наводили порядок путем самосуда. Вот таким образом он постепенно заработал первые свои начальные деньги. Это для Америки очень честный и спектабельный заработок. На втором месте после работы чистящиком ботинок или продавцом яблок в Нью-Йорке, как шутят, что ни один американский миллионер первой половины XX века обязан был иметь в своей биографии, что он работал чистильщиком ботинок. Ну, начинал. Потому что показать, как снизу человек поднялся вверх. Специфически для нью-йоркских миллионеров существует отдельная графа, там еще можно продавать яблоки. Нью-Йорк – город яблок, и продавец яблок там – это будущий, так сказать, явно финансовый лидер. Вот хороший анекдот про то, как вы разбогатели. Ну, я приехал в Нью-Йорк, у меня был денег на два яблока. Я купил их, продал на улице. На эти деньги купил четыре яблока. Потом я купил восемь яблок, а потом умер мой дядя. И оставил мне десять миллионов долларов. Вот. Так и тут. Дальше. Шиф потихоньку подымается. У него уже капитал порядка 25 тысяч долларов. При этом на самом деле их 70 тысяч. Но по американским законам, чтобы не платить налоги, он уже умело скрывает. Он стоит больше, чем показывается в налоговых декларациях. Но традиции американского бизнеса всегда таковы. Я вообще, вот, например, не знаю, платит ли Белгейц хоть какие-то налоги в казну Соединенных Штатов, как и все их миллиардеры. По-моему, они только налоговые вычеты, наоборот, получают. Вот. Дальше он очень поднялся во время гражданской войны в США. Причем любопытно. Будущие его партнеры, например, те же, значит, Леманы, Леман Бразерс, недавно обанкротился, после 2008 года. Будущие его коллеги. Они на одной стороне, на стороне южан, как южные джентльмены, а он на стороне северян, доходит с военными поставками до президента Линкольна, знакомится с генералами Шерманом, и особенно с генералом Грантом, и все у него прекрасно. Первый свой миллион окончательно он доделывает на поставках во время гражданской войны США. Причем автор подчеркивает, и тут я пока должен верить автору, потому что независимых источников правительства у меня нет, что как поставщик он был чрезвычайно добросовестный. То есть никаких этих рваных подошв на башмаках, никакой подмоченной муки. Поэтому, значит, его пользовался уважением. Ну, в это можно поверить. После гражданской войны в США было много разговоров, кто кому чего недопоставил и так далее, кто разборотил законно, а кто нет. Замечу, что Шифа это никогда не касалось. А дальше происходит вот классический преступный режим, преступные схемы. Я очень люблю описание разных бизнес-схем, которые, значит, по сравнительно бесчестному отъему денег у населения и государства. Тут и схема Понци, это финансовая пирамида, «Смотри, Мавроди». Тут и мельница знаменитая, которая приписывает изобретение господину Березовскому и так далее. Яков Шиф применял две схемы – зеркало и кольцо. Зеркало – это когда человек делает в разных направлениях несколько совершенно законных, подчеркнуто законных, сделок на средние суммы. В общем, поставляет городскому управлению какой-то товар, договоривается с каким-то там торговым домом о поставках товара, так, чтобы было как минимум несколько сделок, четыре лучше всего, которые показывают его честность и полную добросовестность. Ну, допустим, каждая такая сделка там на 10-20 тысяч долларов. Вот. Потом в середине, под прикрытием этих сделок, никак с ними не связанное, но находящееся, допустим, если это городское хозяйство и торговля, то где-нибудь по соединению, допустим, поставки для школ, больниц и так далее. Делается сделка на миллион долларов, которая абсолютно фальшивая и так далее. В момент расследования страшно затруднён, что человек ведёт несколько добросовестных сделок и за этим зеркалом не видит его недобросовестного поведения. Ну, Господи, казалось, что он придумал? Однако это работало. Вторая сделка – это кольцо. Нам оно всем знакомо по 90-м годам, когда человек выстраивает вокруг себя несколько независимых торговых предприятий, которые начинают с очень маленьким, с минимальной прибыли продавать по кругу друг другу товар, накручивая тем самым цену на товар. Всякий раз надбавка очень небольшая, но пройдя по кольцу, бензин внезапно становится в два раза дороже. Ну, как в России при подъёме цен на нефть бензин дорожает, и при падении цен на нефть бензин, как известно, дорожает. Падение цен на бензин за последние 30 лет мы в России не отмечали. Вот это как раз классическое кольцо, и большим мастером кольца был именно вот господин Шриф. Я не говорю, что он был единственным, кто так умел. Я говорю, что у него хорошо это получилось. Второе. В общем-то, в американском бизнесе тогда творился очень серьёзный антисемитизм. Евреев, как Ашкеназов, так и Сефардов, крупные тогдашние бизнесмены, ненавидели. Но тут вылезает замечательная семейка. Парис Хилтон, помните, эпохи 90-х годов, подруга Ксении Собчак, светская львица, она была наследницей состояния банкирских, то есть это состояние гостиничных магнатов Хилтон, отели там, этот Хилтон, Рэдисон и всё прочее, то есть Хилтон в Москве до сих пор существует. Сама семья Хилтонов давно не контролирует свой гостиничный бизнес, они его продали в 80-е годы напрямую, ну то есть они как бы имеют долю, но не управляют ими. Был конгломерат, который как раз там, куда входило, прокат автомобилей, Герц, авиакомпании и гостиницы, такой комплексный туризм. Вот, потом он распался, потом, значит, переходил из рук руки, но Хилтоны давно известны. Оказывается, вся эта семья Хилтонов, это для меня оказывается, я не говорю, что я хорошо знал американский бизнес, но было интересно, вот я с этим вам делюсь, тут это описано. Восходит к судье Самуэлю Хилтону, американский судья, честный и неподкупный, которому как-то раз довелось вести бракоразводный процесс. Но мы все понимаем, что расторжение брака в 70-е годы 19 века это не расторжение брака в США сейчас. В англосаксонской стране, в США позже. Развод тогда всегда был событием чрезвычайным, ну, особенно у людей, которых есть деньги. Так-то в англосаксонской практике был совершенно шикарный метод развода, который применялся в Англии до 30-х годов 19 века, в Соединенных Штатах иногда встречался, как отголосок староанглийской традиции, это продажа жены. Желая развестись по обоюдному согласию, обычно, муж отводил жену на ярмарку и продавал ее физически желающему ее купить. Сам факт продажи и означал автоматическое расторжение брака. Ну, купившись жену, я не знаю, что там делал, известный случай, когда сами женщины передавали деньги кому-то, чтобы он их ее купил, а потом отпустил. Ну, вот такой метод, прекрасный метод. Потому что развод стоил в Англии 50 фунтов, через суд это минимальная сумма, это чудовищные деньги. Армейский офицер получал от 2 до 5 фунтов в месяц, то есть это доход офицера за 10 месяцев, а перепродажу можно было сделать за 10 шиллингов. Поэтому юридически это считалось разводом. Ну, в общем, разводы появились, разводы в снатных семьях хороши. И вот на Варандиарских горах, шикарный город-курорт, тогда уже американцы ездили на курорт, особенно из Вашингтона, где до изобретения кондиционера летом была совершенно невозможная погода, маломальские богатые люди старались из Вашингтона уехать. Летом куда-нибудь, где более такой тёплый, а не жаркий климат, и какая-то вода есть. А, соответственно, из Нью-Йорка уезжали в слякоть. Осенью и весной полагалось богатым людям уезжать, потому что простудные заболевания косили в этот момент город на Манхэттене по-чёрному. И вот Варандиарские горы, отель «Стандарт», принадлежал некой семье, которая ищет разводиться. Честный непокупный судья Самуэль Хилтон так грамотно провёл развод, что за супругой, которая не претендала на часть имущества, остался отель и миллион долларов. Благодарная супруга, судье тут же этот отель символически продала за какую-то копеечную сумму. Что интересно, через некоторое время честный непокупный судья против супруги возбудил дело и отсудил у неё этот миллион долларов, оставив бедную женщину вообще без всего. Ну, как говорится, в Америке любая попытка, как судья, он после этого момента перестал кого-либо интересовать. Такое даже в Америке не прощают, потому что он как бы обрегуил даму из высшего света, но у него остался отель и миллион долларов, что очень неплохо в сухом остатке. И этот отель стал отелем, где отдыхали богачи и миллионеры. Когда господин Шиф арендовал комнату в этом отеле, собираясь там приехать отдохнуть, его господин Хилтон с позором выгнал, потому что евреям нет места в отеле, где останавливаются белые-англосаксонские джентльмены. Вот, господин Шиф подал в суд, был очень серьезный скандал по поводу антисемитизма, и господина Хилтона довольно хорошо заклевали молодые и прогрессивные тогдашние американские интеллигенты. Особенно популярный христианский, баптистский, то есть нет, протестантский, пардон, реформанский проповедник господин Битчер. Мы больше знаем его родную сестру Грэд Битчер-Стоу, автора хижины дяди Тома, романа. Да, да, а это ее брат. Вот. Если Грэд Битчер-Стоу боролась за права негров и ловидным деятелям аболиационизма, и в развязывании христианской войны в США есть немалая ее заслуга в пропагандистском, так сказать, ключе, то ее брат повел войну за уравнение в правах американских евреев с англосаксами. И так как он был действительно довольно известный христианский проповедник, ему очень многое удалось. Семьи Хилтонов и Шрифов помирились лет через двадцать. Деньги все-таки не это самое, но скандал есть скандал. На кого опираться было евреям в Соединенных Штатах? И вот этого я тоже подумать не мог. Выяснилось, что из переселенцев в США христианского происхождения, безусловно англосаксонского, безусловно васп, то есть белый, англосакс-протестант, существовал один народ, где не было бытового антисемитизма. По причине того, что на территории этой страны, существующих до 1706 года, евреев-то практически никогда и не жил, никаких. Это Шотландия. До объединения с Англией еврейский вопрос в Шотландии практически не стоял за практическим отсутствием евреев на территории Шотландии. Более того, большинство шотландцев 19 века были пресвятаяне. Это очень радикальное протестантское течение, которое почти полностью игнорирует, не отрицает. Нет, они говорят, что мы несовершенны до истины содержащиеся в Новом Завете и базируются в своих распорядовании на Ветхий Завет. Ну, просто Новый Завет это настолько святая истина, что нам на земле как-нибудь проще с книгой бытия, исход, львит, числа и так далее. И песня-песня, конечно же, Соломонова. И пресвятаяне, во-первых, дают своим детям исключительно ветхозаветные еврейские имена. Мы знаем множество шотландских деятелей с именами Исаия, Джереми, Еремия и так далее. И они считают евреев, в общем-то, по сути дела, братьями по вере. Хотя евреи не признают Христа, но мы и сами как-то к Христу относимся довольно равнодушно. И вот еврейский бизнес в Соединенных Штатах первоначально был еврейско-шотландский в очень сильной форме. Американские шотландцы – это прежде всего железные дорожи. Это реальный сектор экономики, это практически никогда не финансовый капитал, это сельскохозяйственные машины, Маккормик, Маккормик, Диинг, Интернешнл Хорвестер, до сих пор существующие, так сказать, это самое. Это бесконечные железные дороги, хотя железнодорожный король Соединенных Штатов Корнелиус Ван дер Бильд, он голландец по происхождению, что, в общем-то, легко понять от того, что он Ван дер Бильд, ну или как бы немцы сказали Фон дер Бильд. Печатников. Человек из печатников, буквально в переводе. То именно с шотландским бизнесом начинается большой еврейский финансовый бизнес. И господину Шифу удается стать партнером господина Баджа. И дальше они делают то, что описано много раз в американской художественной литературе. Очень рекомендуют замечательный роман Марка Твена «Позолоченный век». Роман немыслимо безнадежный и страшный, потому что, в отличие от многих вещей Марка Твена, кончается он плохо. Вот реально, это гибель хорошей семьи, гибель хороших людей в условиях, так сказать, заевшей их враждебной среды. Вот мужчина, которого подставляют его финансовые партнеры, его дочь приемная, чудом спасенная им сгоревшего парохода, когда, ясно, ребёнок трёх лет, девочка, он её усыновляет вместе с женой. Она становится убийцей после, ну, убийца за дело, так сказать, её с трудом оправдывают, но пока всё это дело, она заражается туберкулёзом и оправданно умирает. В общем, всё плохо-плохо-плохо. Это издевательский роман над американской историей периода сразу после Гражданской войны, периода реконструкции. Во имена президентства президента Гранта, который, наверное, ну, в Америке же нет коррупции, у них лоббизм. Ну, в общем, есть исключение. Президент Гранта, герой Гражданской войны, выдающийся генерал без дураков. Ну, в общем-то, и политик сильный. Вот он был настоящий коррупционер. Нет, он не был лоббистом. Он просто воровал. Настолько коррупционер, но настолько нравы, так сказать, финансовый подъём в Соединённых Штатах после Гражданской войны был немыслимый. Они поймали струю до 1873 года, до кризиса. Там было где-то 5 или 6 лет непрерывного процветания, навороток денег. Гигантские деньги делались на постройки железных дорог, новых промышленных предприятий, поставки оружия в Европу, поставки дешёвых материалов, освоения Дикого Запада, где медь, серебро, золото, нефть началась, пенсильванская, керосин первоначально для освещения. И все эти деньги, конечно, разъедали Соединённые Штаты, так сказать, по самые никуда. Так вот, мы сейчас знаем, что в Соединённых Штатах готовятся к выборам, у них есть кандидаты, кандидаты описывают свои программы и так далее. Перевыборы президента Гранта на второй срок. Рекламный слоган. Ну, у меня глаза так вылезли, я читаю, просто наслаждаюсь книгой, наслаждаюсь. Знаете, я не сказал бы, что хорошая книга, автор, честно, пытался написать по ней, но все вот эти косвенные моменты, они прекрасны. Да, мы знаем, что наш президент совершал ошибки. То есть он и его клик воровали направо и налево. Да, мы знаем, что наш президент совершал ошибки. Но где гарантия, что если мы выберем кого-нибудь другого, тот не будет совершать ошибок ещё больше? Да, конечно, он ворует. Но если мы кого-то другого выберем, то вдруг он будет воровать ещё больше. Вы не понимаете? Представление помогло. Мало того, что выбрали президента Гранту на второй срок. Грант в 1976 году отказался идти на третий срок, потому что моральная эмбарго и всё такое. Его ставленник был буквально продавлен. Это выборы 1876 года в истории США до недавних пор. Вот посмотрим на эти. Я бы сказал, что даже выборы Байдена и Трампа, где Байдена выбрали, не такие грязные, как в Соединённом это самое, когда в некоторых южных штатах, выступивших против северян и против ставленника президента Гранта, буквально вводили войска и заставляли на избирательных участках устраивать повторные выборы с переголосованием буквально под двумя штыков. Торжество демократии. Американцам очень, очень, очень неудобно вспоминать выборы 1876 года. Как бы в любой официальной американской историке там распространяется, сказано, были некоторые заупотребления, потребовались пересчёты, переголосования. Ну, нужному кандидату накрутили нужное количество голосов, так сказать. Буквально введением войск. И не рассказывайте мне, что типа по Конституции американскую армию запрещено применять внутри Соединённых Штатов для наведения порядка и так далее. Они же порядок не наводили, они же просто стояли на избирательных участках и следили, чтобы все пришли проголосовать. Хороший прецедент. Вот под все этот шумок Бадж и Шиф железная дорога блестящая обанкротилась. При этом Шифу удалось всю вину свалить на Баджа. Бадж был объявлен в розыск, бежавший партнёр шотландец Бадж. Но с Баджем ничего плохого не приключилось, и некоторое время новый президент его помиловал. Всё хорошо. Официально Бадж обанкротился, он нищий. В Америке 19 века банкротства была процедура просто науне гражданской смерти, потому что считалось, что Бог от тебя отвернулся. В протестантской культуре если у тебя были деньги, значит Бог тебя любит. Если ты потерял деньги, значит Бог тебя не любит. Если Бог тебя не любит, с тобой нельзя общаться, потому что нельзя стоять рядом с проклятым Богом человеком. Но Баджу обошлось, Шиф как честный партнёр вернул на верную часть. И так со второго по седьмой миллион были заработаны буквально уголовным преступлением. Дальше ситуация совершенно потрясающая. Честный, честный, молодой преуспевающий адвокат, господин Гарфельд, начинает расследование этой афёры и допрашивает Шифа. И приходит к выводу, что Шиф был подставлен злодеем Баджем и всё ужасно, честного человека клеветали. И он клянётся, божица и зуб даёт, что вот всё так оно и было. В 1882 году честный, честный адвокат Гарфельд идёт в кандидаты в президенты Соединённых Штатов, предвыборную кампанию, ему оплачивает Яков Шиф. Став президентом США, Гарфельд немедленно отбрасывает всю свою честность и начинает воровать, ну не так как Грант, но тоже так по-хорошему. Правда, для Гарфельда всё кончилось плохо, его застрелили анархисты. Вот, так сказать, постепенно именно так, значит, потом ещё по экономическим вопросам, вопрос биметаллизма, доллар должен быть повязан к курсу золота или двум металлам, к курсу золота и курсу серебра. Также по экономическим вопросам, судя по всему, был убитый президент МакКинли. И вся эта череда по заочный век закончился с приходом вице-президента бешеного быка Лося, это Лось, это он сам себя называл, я Лось, Теодора Рузвельта, который, в общем, фигура колоитная и хотя бы на верхах Соединенных Штатов стали уже воровать не так, а более-менее прилично. Благо, Теодор Рузвельт предложил, чем устраивать финансовые махинации внутри своей страны, давайте сделаем из Америки империю и начнем экспансию, отжимать, захватывать влияние в Южной Америке, территории судьбы, как ее еще докторина Монро произвела, что зона судьбы земли вне пределов США, но в западном полушарии. Выгонять оттуда европейцев, война Кастро, мы все знаем Фиделя Кастро, а был еще Винсент Кастро, президент Венесуэлы, знаменитый тем, что против него была реальная трехлетняя война, где союзниками были Германия Вильяма II и Великой Британии. 1900 год, они успели повоевать с этим Кастро, Кастро потом вернулся, договорившись с европейскими партнерами, наоборот, что да, мы, конечно, воевали, а теперь все забудем, начнем заново. В общем-то, кончилось это тем, что многие европейские бизнесы были выброшены из Южной Америки, и Южную Америку стали контролировать американцы. Это все шло с подачи Теодора Рузвельта который отобрал у Испании Кубу. Ну, то есть Маккинли отобрал, конечно, это его была война, но при Теодоре Рузвельт это закрепили. Сам Теодор Рузвельт на Кубе воевал кавалерийским полком командовал Кубу и Филиппины у Испании. Война 1898 года. Хорошо, тоже забытая война, хотя во многом, конечно, была предвестник последующих событий, а ее уроки потом сказались в ходе русско-японской войны, непонятые уроки, невыученные. Но за всем этим Шиф, ставший уже респектабельным бизнесменом, постепенно, тут и история Леманов, история Лодманов описывается, Лодман в САХС, знаем такую контору, вот, и постепенно уже в Аркбурге, вот, в отличие от Шифов, Лодманов, которые сейчас существуют, но опять-таки, финансово не руководят, а если руководят, то, как-то, наверное, совсем тайно и неявно, вот, то в Аркбурге как контролировали финансы, так и контролируют. Сейчас это Венфорд Корпорейшн, все вот эти вот мировые инвестиционные фонды, там в Аркбурге огромную роль играют. А ведь в Аркбурге, это не еврейская еще исходная, это старо-немецкая бизнес, это партнеры фугеров. Фугеры когда-то были богатейшие люди в мире, давали взаимы императору Карлу Пятому Священно-Римской империи, давали, собственно говоря, фугеры оплатили косвенно через кредиты, по сути дела, освоение Америки, Америка названа, в честь Америка Веспучи, это торговый агент фугеров, который совершил, если Колумб пытался завоевать новые земли и так далее, то плавание Америка Веспучи это уже была чисто коммерческая торговля, основание, так сказать, этих торговых форпостов, плавание по Южной Америке, частично Северной. Вот эти все легендарные люди 16 века, потом якобы фугеры, якобы-якобы фугеры разменяли свои финансы, выданные им в разным монархам, на княжество нейтральное, когда шла 30-летняя война, католики резали ругенотов, протестантов, протестанты резали католиков, но существовало в Европе, в Германии княжество фугеров, которых не резал никто. Они ухитрились договориться с обеими сторонами, один из немногих, кто сохранили в этом безумии нейтралитет. Второй такой безумной страной, сохранившей нейтралитет в ходе 30-летней войны, была Швейцария. Швейцарцы к этому времени уже настолько считались профессиональными наемниками, что к ним точно никто воевать не полез бы. Убьют. Австрийцы полезли, убили всех. Этот герцог бургундский Карл Смелый полез, убили так, что вообще мало не показалось. Голый труп нарубленный на куски целого герцога. В плен брать не стали. Швейцарцев боялись. До наполеоновских времен боялись. Так вот, фугеры существуют до сих пор как косвенные банки, которые контролируют финансы Германии, но они всегда на вторых ролях. На вторых ролях после Лихтенштейнов. Владычество Рот, независимая страна. Вспомним нашего эмигранта, детства уехавшего из России. Это, соответственно, барон Фальцфейн в этом Лихтенштейне. Люди, которые ухитрились сохранить нейтралитет, как, кстати, Монако, в ходе Второй мировой войны. Немцы не захватывали Лихтенштейн. Он официально нейтральный, как и Монако. Ну, с Лихтенштейном не совсем официально нейтральный. А вот Монако вообще считался официально нейтральным. Когда американцы поехали их освобождать, жители Монако очень удивились освобождать от кого. А мы вообще тут не воюем. Вот, мы полностью нейтральная страна. Вообще, кто может воевать с казино? Какой дурак будет воевать с казино? К нам эсэсовцы ездили деньги проигрывать. Мы вложили свой вклад в победу союзников. Немецкие офицеры у нас в казино деньги проигрывают. Наносим финансовый ущерб третьему рейху. Вот. И все эти очень любопытно читать, действительно, не буду пересказывать бесконечно, как сложилась вот эта финансовая система. Мы их всех знаем. И Шифа знаем, и Леба знаем, и Куна знаем по истории России. История борьбы с погромами тут описана очень подробно. Началось все с Румынии в 1880-е годы, потом перекинулось на территорию России, где замечу, ни одного еврейского погрома не было собственного русского. Ну, мало того, что черта оседлости практически не затрагивала русские земли, хотя были исключения, классическое исключение Дальний Восток, где ни одного погрома не было, а евреям было разрешено селиться. Потому что Биробиджан основал не Сталин, как еврейскую колонию, Биробиджан основал по-элександрит этим Сергей Юлиевич Витте, туда, в Заморское губернию. Разрешено было евреям приезжать без какого-либо контроля, лишь бы только работали. Вот, и даже 600 пеших евреев, пешая казачья сотня действительно набиралось в ходе русско-японской войны из еврейских приселенцев. 600 человек они должны были выставить еврейских казаков. То есть песня, когда еврейское казачество восстало в Биробиджане, был переворот, она документальная. Да, такое было. было еврейское казачество, пешее, без коней. Вот, стрелки. Все погромы происходили сначала на территории молдавских и бессарабских земель, потом на территории польских земель, входящих в Российскую империю, и иногда на территории Тавриды и Крыма, хотя официально тогда все-таки считавшиеся великорусскими, а не малороссийскими, но тоже в основном с участием совсем других персоналов. Например, Севастопольский погром, это была драка между греческими и еврейскими купцами. Причем по серьезным совершенно, так сказать, этим причинам. Вот, поэтому объединения России в бытовом антисемитизме, они были, в общем-то, совершенно голословные, а вот антисемитизм как явление одних малых национальностей Российской империи против других, оно существовало. Да, подробно описана борьба Шифа с Генри Фордом, когда Форд стал в Америке антисемитом и пропагандировал протокол сионских сионских мудрецов и так далее, когда Форд в 17-м году пытался прекратить путем созыва конференции в нейтральной Норвегии прекратить Первую мировую войну, за Генри Фордом была такая попытка. Подробно описано, как послали с подачи Шифа и его партнеров двух еврейских пропагандистов на эту конференцию, чтобы переубедить Генри Форда. Но, правда, все-таки в истории России господин Даниэль Шульман не очень это самое. Например, он приписывает на основании работ какого-то американского профессора, что протокол сионских мудрецов были сочинены Крушеваном около 1903 года. Самый древний текст протоколов сионских мудрецов на французском, вот, мне память может изменить, он либо 1896, либо 1899, он в Вондонской библиотеке хранится, вот, и это переделка текста французского писателя, памфлета «Разговоры в аду между Макеавелли и Монтеске». Писатель небезызвестный соавтор господина Дюма по многим произведениям, вот, и исходно-то это был портрет не против евреев, а против Наполеона Третьего. В борьбе с Наполеоном Третьим все советства были хороши. Да, он действительно был переведен на русский, масоны и карбонарии были заменены на евреев, вставлены некоторые небольшие вставки и распространен через Сергея Нилуса, выдающегося богослова, но крайне доверчивого человека, ему в руки попадает французский текст, он его переводит, дает перевести на русский язык и так далее, и так далее. В общем-то, история достаточно общеизвестная и более ранняя, на два года, чем считает автор. Но это уже частности, правда, частности очень обидные, как мы, вот я, читая эту книгу, с удивлением узнавал о некоторых бытовых небольших подробностях Соединенных Штатов, но я примерно представляю американскую историю. Так выясняется, что американские профессора университетов в 20-е годы 21 века нашу российскую историю знают, ну плюс-минус, ой, 1901-й или 1903-й год, да это все ерунда, министров путают, революционеров путают, события 1917-го года путают, для них это неинтересно, это какие-то такие странные дикари, где-то там за рубежом. Ну мы как-то стараемся, допустим, Рейгана от Рузвельтов отличать президентов Соединенных Штатов, но для американцев это как-то не так важно. И дальше, я не буду пересказывать, это просто требует непрерывного чтения. Дальше история связанная уже с Первой мировой войной, закат деятельности Якова Шифа, ему уже хорошо за 70, когда в Америке начались дискуссии по поводу о вступать или не вступать им в Первую мировую, потому что с одной стороны они против германского кайзера, хотя 15 миллионов немецких избирателей, немцев по происхождению на территории Германии, немцев по происхождению родившихся на территории Германии это граждане США, и недаром весь 19 век немецкий язык это второй язык в США, только одним голосом на голосовании в Конгрессе, когда образовывались Соединенные Штаты, одним голосом победил английский язык как государственный язык Соединенных Штатов. Нам кажется, что там все англосаксонские переселенцы. Например, штат Пенсильвания был практически полностью населен немцами. И когда голосовали каким языком сделать язык страны, я еще раз повторю, в конце 18 века при Джорджи Вашингтоне будь на пару голосов больше, сейчас бы Соединенных Штатов официальным государственным языком был бы немецкий. Возможно, многим бы стало легче, с моей точки зрения немецкий язык гораздо проще и понятнее, чем английский для изучения. И тут как же это воевать с Германией и с Кайзером. И под это же началась программа, там эти фальшивые депешицы Мермана, опять-таки поддержка эволюции в России, сохранять нейтралитет изоляционисты, провокация с этой бездарной депешицы Мермана, где Кайзер предложил посолу в Мексике, этому самому американскому посолу, организовать нападение Мексики на территории Соединенных Штатов. В обмен на тогда, если Германия победит в Первой мировой войне, то Мексика получит всю поддержку победившей Германии. Это, простите, февраль 1917 года. Трудно было сделать что-то более глупое, но Вильгельму с его посолом Сумерманом это удалось. Волна возмущений в США, США таки вступила в войну только после революции в России, потому что одним из условий президента Вильсона было, что с монархической Россией в одной коалиции Соединенные Штаты воевать не будут. Кстати, это объясняется той мощной поддержкой, которую получила от французов в первую очередь, хотя у нас любят события февраля 1917 года списывать на англичан. Англичанам это было достаточно безразлично. А вот для французов немцы стоят в 100 километрах от Парижа, уже начали обстреливать из сверхдальнобойных артиллерийских орудий. Для французов вопрос вступления США в войну в 1917 году был вопрос жизни и смерти. В какие-то гипотетические победы русской армии царской в наступлении 1917 года, которая готовилась на весну, если бы не революция, во Франции никто не верил. И большинство февралистов получили помощь от французских деятелей. Один этот министр Альберт Тома, который приезжал на союзническую конференцию в декабре 1916 года, сколько встречался с думскими кругами, с Ручковым, с последующими лидерами французской революции. И как сюда влезает США? В США начался серьезный раскол среди ашкенатской финансовой элиты. Дело в том, что как у нас в России как-то не появилась термина для людей, особенно из элиты, обладающих двойным гражданством. Ну, смотрите, мы все знаем, когда спецоперация случилась, выяснилось, что часть российских бизнесменов совершенно случайно имеет гражданство США. Вот Павел Дуров, например, имел французское гражданство, на чем и погорел, и так далее. Оказывается, в Америке придумали прекрасный термин для таких людей, имеющих два и более паспортов. Дефисники, то есть, которые пишут гражданство через дефис. Соединенные Штаты тире Германия. Или Германия тире Соединенные Штаты. Еще круче был один из Голдманов, который год, Голдманы и Саксы. Он уже имел три гражданства Соединенных Штатов, английское подданство и гражданство Французской республики. Причем, если меня память не изменяет, в Англии было запрещено иметь, если ты английский подданный, то было тогда запрещено иметь второе гражданство. Ну, если ты Голдман из Голдмана и Сакс, то законы Великобритании на тебя распространяются как-то довольно относительно. Вот у него и было три гражданства. Ну, прекрасно. Вот. И вот эта борьба с дефисниками, ну, эпизод, который я опять-таки про Соединенные Штаты не знал. Ну, а дальше, как говорится, старость и увядание, процветание 20-х годов, попытки, так сказать, разных организаций, уже действительно преобразование Олл-стрит в чисто финансовый инструмент, потому что когда-то Вандербильд опирался на железные дороги и производство, производство электротехника на переменном токе. Когда-то General Electric контролируемым органом опирался на большим другом Томаса Эдисона, опирался на электростанции на постоянном токе, вот эта война токов, на серьезные, так сказать, судостроения американские, на морские перевозки. То есть это был реальный сектор. Генри Форд, наверное, последний миллиардер, который вообще не занимался финансовыми операциями. Как последний мафиози, который никогда не пользовался банками, был Аль Капоне. Аль Капоне был, помимо всего прочего, человек, который абсолютно не верил в банки, вот вообще. У него даже собственного счета не было и теклой книжки. Даже когда он делал вид, что он легальный бизнесмен. Когда ему надо было отправить куда-то деньги, он посылал их по почте. В почте он верил, банкам нет, просто нет отцов совсем. Постепенно банки, банки, банки. Первые банкирские организации Финкап либо преобразуются как группа Варбургов, как Гоуман и Сахс, инвестиционный и арбитражный бизнес, как Леман Бразерс, гигантское банковское объединение. То, что оно рухнет в 2008 году, после 2008 года, тогда еще никто не подозревал. Вот, Шиф полностью уходит в финансовый и Шиф Леп и Кун. Леп и Куны отходят. Это уже дети, как на детях великих финансистов природа слегка отдыхает, а на внуках отдыхает по полной. Отец обычно закладывает, дед закладывает основы финансового благополучия, отец приумножает, внук все тратит. Три-четыре поколения. Дальше надо либо как с Ротшильдами или Рокфеллерами создавать специальные внешние системы управления, трастовые фонды и так далее, либо передавать все партнерам. И последний момент для нашей истории немаловажный. Помните Советско-Польскую войну? Поход даешь Варшаву, даешь Берлин, поход Тухачевского на Варшаву. Чудо на Висле, когда при помощи ошибок советского командования, в общем, отсутствие резервов у Тухачевского, якобы там все сложно, не связи между действиями Буденного и Тухачевского, значит, смело у Тухачевского Сталин, у Буденного руководили через политическое это самое, вместо на Варшаву повернули на Львов, все это военные моменты. Тогда Польшу поддерживала Франция после Первой мировой войны, они им 120 танков передали и французских советников, героем, в общем, спасшим Польшу был французский генерал Вейган, то, что он потом окажется комборционистом в 1940 году, сдавший Францию Гитлеру, это тогда еще никто не знал, тут это герой Вердена, генерал без страха и упрелка, и интервенты, американские интервенты тогда были у нас в 1918-19 году и на Дальнем Востоке, и в Архангельске, и вдруг в 1919 году американские интервенты отходят на второй план, и никакой финансовой помощи Соединенных Штатов полякам не было, вот не было, никакой поддержки борьбе против большевиков, что американские финансовые круги оказывали, ее нет. Все очень просто. В Польше в 1919-1920 году на фоне борьбы с большевиками и так далее проходит несколько еврейских погромов. Польша вообще тяжелые с евреями отношения, и события Второй мировой войны, и события уже при советской власти в Польше, когда Гомолка почти насильственные. Если из Советского Союза евреев в Израиль не выпускали, то из Польши их выдавливали насильно. Буквально всеми способами только уезжайте из Польши. Вот. С другой стороны, конечно, самый известный польский с моей точки зрения еврейских лет все это пережил, но этот человек, который просто фантастика, биография, я говорю, партизан, барон и коммунист убежденный. Кто угадает, кто из великих поляков? Кроме левого, мы никого не знаем. А, понятно, мы тоже, кстати, еврей. Вот. Автор фразы «В действительности все совсем не так, как на самом деле». Станисов ежелец, он же барон де ля туш лец, одновременно потомок знатной еврейской семьи, австро-венгерской, из семи роты, то есть двоянство 18 века, но еврейское двоянство, и при этом потомок еще и гугенотов, потому что бароны де ля туш это гугеноты французские, сбежавшие от Людовика XIV, после отмены нанцкого эдита. Как он это ухитрился в одном человеке совместить, я не знаю, но вот совместил. Вот Станисов Ежелец, да, и партизанил в армии Людовой, ну понятно, потому что иначе бы он попал в Освенцин, или куда еще тогда сдавали польских евреев, а так, значит, в партизанах дождался советской армии, был капитаном Красной армии, вот, был с боевыми наградами и так далее. Любопытно иногда, когда посмотришь на каких-нибудь людей безопасной профессии типа сатирика, вот, или как военная карьера Юрия Никулина, воевавшего с советско-финской до 45-го года, причем где в рыжном батальоне, где, в общем-то, очень не сахар, так сказать, воевать и требует огромной физической подготовки, начинаешь понимать, как после этого еще сохранить чувство юмора. Это серьезно. Вот, но именно факт еврейских погромов в Польше привел к тому, что американцы поляков не поддержали. И последующее польское контрнаступление после разбития Тухачевского, когда уже поляки поперли брать Минск и Киев, кончилось для поляков, но если не катастрофой, то серьезными проблемами под Минском. Вот, вторая Нароческая битва. В результате подписанный договор был хотя с Польшей и мы передавали за линии Керзона западную Украину, западную Беларуси, но хотя бы удержали за собой Минск и Киев. Могли бы потерять и эти города. Вот. Это, наверное, была последняя внешнеполитическая акция господина якобы Шифа, который действительно за 50 лет радикально преобразовал, если не американский бизнес, там и без него преобразователей хватало, то преобразовал национальное и культурное лицо Америки. Книга переведена довольно с ошибками, две из них, по-моему, просто анекдотические. Ну, господа переводчики, магазин сухих товаров Dry Foods на русский переводится хорошим русским словом Бакалея, Бакалейный магазин. Я понимаю, что по-английски Dry Foods это сухой товар, но это Бакалейный товар. И другие такие же мелочи. Постоянное путание в фамилиях, это уже общая беда, судя по всему, тут беда компьютерного перевода, и постоянное неумение, это уже человеческая беда, правильно применять приставку фон. Ну, не может быть человеком фон Максимилианом. Фон это всегда фамилии, это откуда? Людвиг фон Бетховен, ван Бетховен, по-голландски ван, это немецкий фон, это из Бетховена, маленького посёлка, где-то там на границе между Нидерландами и германскими княжествами. Фон Циммерман, замка Циммерман, по семье, по фамилии замок, если ты двоянин. Если ты не двоянин, но фон такие были, фон это значит откуда-то, так это имя родового поместья. Не может замок называться Максимилиан. Это имя. Но это мелочи. Я ещё раз повторю, для человека, занимающегося историей 20 века, историей русской революции, историей русско-японской войны, историей американско-российских отношений в 80-е и 90-е годы 19 века, эта книга просто обязательно к прочтению, несмотря на все недостатки. Для человека, занимающегося просто историей, это биография беспринципного и одновременно идеалистического человека, который пытался наладить счастье еврейского народа Натя и то и другого государства. Шиф не был сионистом, но история с декларацией Больфура и провалившейся попыткой организации государства Израиля в 1919 году, сразу после Первой мировой войны, тут описана и также роль американских евреев в этом, потому что если бы не некоторый набор событий, если бы не комиссия лорда Соломона, специально англичане послали организовывать Израиль на территорию Палестины под мандат и отобранную туру к территории лорда еврейского происхождения, вот, если бы не слишком завышенные требования еврейских общин, если бы не цепочка совершенно мелочных событий, которые в сумме, знаете, как вот в истории часто не одно большое событие перечеркивает другое, а вот цепочка мелких происшествий приводит к серьезному историческому результату. Государство Израиль образовалось не в 1947, а в 1919 году. Ну, как бы, это тоже интересно, учитывая сейчас события на Ближнем Востоке и так далее. Ну, на этом все. Благодарю за внимание. Продолжение следует...